Бойцы специального подразделения органов государственной безопасности вступили в ожесточенную схватку с фашистскими захватчиками и их спецслужбами, чем внесли неоценимый вклад в освобождение Бобруйска. Спецгруппой взорваны семь вражеских эшелонов, четыре склада, 51 машина с живой силой и военными грузами. Во время боевых столкновений уничтожено 500 вражеских солдат и офицеров. Спецгруппа «Березина» была образована в мае 1943 года при Могилевском подпольном обкоме КПБ. Она взяла на себя функции управления КГБ по Могилевской области и координировала взаимодействие всех спецподразделений органов КГБ и партизанских групп на территории Могилевской области. Особенно эффективной была деятельность спецгруппы на Бобруйском направлении. В Бобруйске в самом городе работала активно резидентура и агентура Березины и этих спецгрупп, они активно взаимодействовали, добывали ценнейшую информацию для наступающих наших войск, организовали успешную диверсионную деятельность. 27 июня возле здания горосполкома на Пушкина высокие гости. Председатель горосполкома, депутатский корпус, главы районов, ветераны и действующие сотрудники органов государственной безопасности, силовой блок, руководители предприятий, горожане. Здесь торжественно открывается памятный знак бойцам спецгруппы НКГБ «Березина». Более 80 братских могил находятся на территории Бобруйской. И настоящее вот это памятное место будет лобным местом для наших горожан. Спасибо. Воплощением в жизни людского мужества, отваги и любви к родине занялся известный в стране скульптор Александр Шапо. Его работы уже не раз устанавливались в городе. Одна из последних мемориал жертвам фашизма на территории крепости. Для мастера Бобруйск как родной. Все детство он провел здесь у родственников по маминой линии. Мы видим ведущего воина прикасаться к колоскам земли своей родной, помня о ней. Он идет после выполнения боевого задания на его фоне условно, но сформированы взрывы, взрывы тех поездов, фашистских укрепрайонов, где работала спецгруппа «Березина». И мы, глядя на это все, видим, что это, так сказать, боец чести выполнил свой долг, но, тем не менее, он делал его не просто так, а делал его во имя родины, во имя своей матери, во имя своих детей, во имя земли белорусской. В 2024 исполняется 80 лет со дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Подвиги погибших в боях, печаль о миллионах невинных жертв остаются в сознании людей, хранятся в памяти. Очень важно открывать подобные знаки, чтобы как раз-таки люди моего возраста, ну и, может быть, моложе, старше, помнили, какая у нас была история, какие ужасы удалось пережить нашему народу, и как героически он сражался и по итогу освободил наши земли от немецко-фашистских захватчиков. В списке сел и деревень, разделивших трагическую судьбу Хатыни, насчитывается не менее 280 пунктов. На территории Беларуси было проведено около 180 карательных операций, действовало более 580 лагерей смерти. В годы нацистской оккупации было истреблено не менее 3 миллионов мирных жителей и военнопленных, угнано в немецкое рабство под угрозой смерти более 380 тысяч человек, из которых многие погибли в результате невыносимых условий труда, лишений и истязаний. Кристина Реянс, Дмитрий Шевцов, Бавруйск, 360.